У них у всех есть нечто общее. Они успешны. Секреты раскрывать в бизнесе не принято, но поделиться своим опытом они готовы. Если вы хотите посмотреть на мир их глазами, то присоединяйтесь. Здравствуйте, гость программы сегодня Сергей Лукьянов, генеральный директор инвестиционной компании Финал. Добрый день. Сначала у нас традиционный блиц-опрос, короткие вопросы, от вас короткие ответы. Ваше самое ценное качество как руководителя? Умение четко ставить задачи и воодушевлять команду на достижение этой задачи. И получается? Стараемся. Есть ли спортивный болельщик? За кого болеете? Я не болельщик. Я больше люблю сам поучаствовать, если мне что-то интересно. Но если, как сейчас, проходит олимпиада или наша команда спортивная участвует в каком-то соревновании, то, естественно, я еду и болею за наших. Нормально. То есть за футбол, за хоккей? Как-то так не сложилось. А есть ли любимая книга о бизнесе или книга, которую могли бы порекомендовать? Нельзя выбрать какую-то одну книжку сразу. Это, может быть, в один период жизни это одно. Буквально на следующей неделе это может быть другое. То есть это может быть Друкер, Маккевелли, это может быть какой-то набор. Сегодня праздничный предпраздничный день. Здесь нет никакой книжки. Сайт-анекдоты.ру. Деньги любите? Для меня этот вопрос может быть только однозначный. Да. Вы бы принесли деньги финансисту, который не любит деньги. Я думаю, нет. Это так нельзя. Я бы посмотрела на его репутацию. Ну, как нельзя не любить деньги и пытаться их выращивать. Умейте признавать ошибки и извиняться? Конечно. То есть не ошибается тот, кто ничего не делает. Как раз ты периодически сталкиваешься с ошибками, то ты должен за них извиняться. Работать или вести бизнес с друзьями? Можно или нельзя? Как-то в детстве друзей собираешь в детском саду, потом в школе, потом на работе. И это совершенно нормально. Но когда ты, наоборот, пытаешься приводить друзей на работу и делать с ними какой-то бизнес, наверное, это неправильный кейс. И мы так не делаем. А кем вы хотели стать в детстве? Я сейчас уже не вспомню. В бизнесе есть разделение на мужчин и женщин? Это хороший вопрос. Дело в том, что по полупонятным. А когда в бизнесе, здесь некоторые мужчины бывают в бизнесе женщинами, некоторые женщины в бизнесе бывают мужчинами. Поэтому разделение, естественно, судя по всему, есть. Опишите вашу жизнь в пяти словах. Большая часть – это работа. Конечно, необходимо оставить слово для семьи. Также хочется оставить какой-то след на потом. И ты должен получать удовольствие от жизни. Как-то, наверное, так. Последнее еще. Работа, семья, будущее и удовольствие. Пятое нужно слово. Друзья, окружение. Теперь по существу. Инвестиционная компания «Финам» является родоначальником. Теперь уже холдинга «Финам». И на рынке известно, устоялось, привыкли, что «Финам» умеет быстро принимать решения, которые являются для рынка новыми. То есть такой новатор легко проводит различные идеи в жизнь. Тут учебный центр запустили, тут региональную сеть развили, тут вот решили в Америку выйти. А как бы вы сами охарактеризовали некий образ целеполагания компании «Финам» и стратегию текущую? Текущая стратегия – это расширение движения вширь, а не вглубь. Дело в том, что изначально… Вширь, то есть за пределы России. За пределы России, то есть становиться глобальным холдингом, предоставляющим услуги во всех странах, услуги для розничных инвесторов, для тех, кто хочет сохранить и примножить свои деньги. То есть в России мы состоялись, и точно так же мы сейчас открываем свои представительства и продвигаем свои услуги в Таиланде, в Индии, в Китае, на Кипре, в Нью-Йорке и дальше. Это и есть основная сейчас стратегия, основное наше позиционирование – стать глобальным брокером. То есть эта услуга работает, мы пытаемся объединять клиентские базы, предлагать клиентам, розничным клиентам услуги в разных странах, как-то за счет этой синергии продвигаться и развиваться, не наступая на те грабли, на которые мы уже как-то проходили, наоборот, опираясь на жизненный опыт. А вот это движение за пределы России, вот эта глобализация, она, ну, грубо скажу, от некой безысходности, что в России не хватает клиентской базы, или есть какая-то другая причина? Это была общая принятая нами стратегия. То есть здесь нельзя сказать, что какая-то вот именно от безысходности, или там чего-то еще. Я грубо сказала. Здесь множество было факторов, на основании которых мы приняли решение идти дальше. Нельзя останавливаться на чем-то одном. Когда мы начинали в России, был центральный в Москве, потом появились регионы. Один, второй, третий, двадцатый, пятидесятый, сотый. Куда дальше развиваться? Городов больше нет у крупных в России. Все миллионники, их там около 15 штук, все давно покрыто. Можно двигаться только вовне, дальше. То есть система будет. То есть финансово-инвестиционный бизнес во всем мире, это компания, которая существует не 5, не 10, не 20 лет, а десятки, сотни. Поэтому рано или поздно клиенты придут к нам в наших устоявшихся местах, пройдет какое-то время. Разные периоды бывают на рынке. В Америке была великая депрессия, которая длилась не один десяток лет. И в России длится на инвестиционном рынке не первый год. Не первый год. Время приходит разное. То есть, соответственно, будет всплеск обязательно. Рано или поздно на рынке так всегда бывало во всей истории. Поэтому клиенты вернутся. А пока мы развиваемся в тех направлениях, в которых есть рост. Это стратегия холдинга. Отсюда у меня несколько вопросов. Первый касается вот этого движения в Америку, возможность предложения российским клиентам, и, видимо, не только российским, возможности приобретения бумаг на американской бирже. Это и NASDAQ, и классический рынок. Спрос вы уже можете оценить? Он есть? И это обеспечивает приток новых клиентов? В первую очередь, услуги за рубежом ориентированы не на россиян, а на местных. То есть в Америке мы продаем услуги американцам, в Китае – китайцам, в Индии – бусам и так далее. А российскими? То есть в первую очередь мы ориентированы на местное население. То есть мы представляем, как работает услуга. То есть если вы знаете, как работает ресторан, то вы можете открыть его в другом месте и дальше продвигать его по такой же системе. То есть Макдональдс открывает здесь, он тоже продает услуги. Но российским же инвесторам вы тоже предлагаете услуги? Конечно, безусловно. То есть на них мы тоже сделаем какую-то ставку, но исторически в России, и не только в России, во всем мире было такое правило, domestic people, domestic stocks. Что значит, что местное – местное. местное – местное. То есть ты больше понимаешь активы, которые работают у тебя рядом. Сейчас, конечно же, со временем это все смывается, и за счет глобализации все становится ближе друг к другу. Если честно, я бы лучше инвестировала в то, что подальше от меня. Сейчас это временное явление на российской рынке, да. Как-то вот у нас есть такая традиция любить все, что хорошо, где меня нет. Просто я тут придерживаюсь принципа Уоррена Баффета. Мне вот Макдональдс больше нравится, более понятен бизнес, чем, например, некоторые другие компании. Согласен, замечательный принцип, очень рекомендую. Если летаете с малютами Аэрофлота, покупайте акции Аэрофлота. Если вы летаете американскими оленями, купите их акции. Это все достаточно просто и понятно. Это действительно работает с теми, кто приходит, начинает инвестировать. Поэтому, когда на одном рынке что-то падает, всегда есть где-то что-то должно расти. Да. Соответственно, нужно выбрать этот рынок и закупиться там. Возвращаясь к американскому рынку, спрос у российских инвесторов есть? У российских инвесторов сейчас есть большой спрос. Есть законодательные ограничения на инвестиции россиян за рубеж. То есть человек должен быть квалифицированным инвестором. Это термин, который означает, что он должен выполнять ряд непростых условий. То есть их не так много, те, которые могут прямо сейчас покупать акции. напрямую в России. Поэтому либо они инвестируют напрямую туда, в те офисы, либо просто ждут, когда это будет доступно. И мы всячески доносим до регуляторов и до национальных ассоциаций финансистов. На Уфер есть такая организация, которая объединяет участников фонда рынка о том, что очень здорово и правильно будет сделать доступ для российских инвесторов к зарубежным активам. Если на российской бирже начнут торговаться и зарубежные акции, такой опыт во всем мире есть. Это будет здорово, потому что клиент сможет выбирать и он сможет действительно получать. Инвесторы зачем приходят на рынок? Для того, чтобы сохранить и приумножить свои деньги. А если он приходит и не видит, где здесь можно сохранить и заработать, он расстраивается и уходит на какие-то другие продукты, депозиты или что-то еще. Поэтому если дать ему сейчас возможность инвестировать на нашем отечественном рынке в те инструменты, которые будут расти, инвестор, разумеется, придет сюда, потому что в понятном правовом поле, в понятном брокерах, в понятных сотрудниках, с кем он привык общаться и будет покупать эти активы здесь, а не там. Тут много спорных вопросов. Я предлагаю эту дискуссию немножко опустить, поскольку у нас прежде всего бизнес компании Финамс сегодня интересует. А клиенты на других рынках приток вы чувствуете? Конечно. То есть в разных странах, в зависимости от позиционирования, где-то удается выстрелить очень успешно. Например, офис китайский у нас окупился менее чем за полгода, мы вышли в прибыль. Сразу же. Удачи нашли. Повезло. А может быть, за счет рекорд небольшого входного порога? У местных немножко другие правила. Здесь нельзя сказать, что порог там какой-то безумно низкий или большой. Тарифная политика? За счет демпинга, к сожалению, не всегда можно привлечь клиентскую базу. То есть здесь на рынке это как большие ставки на депозитах. То есть если вдруг убрать сейчас гарантированно складов и поднять на ставку, далеко не все прибегут в банк на большую ставку. И сейчас в Москве нередкость найти брокера, у которого тарифные ставки могут быть нулевыми или там близкими к нулю. Но это не значит, что туда побежит народ. То есть не все можно сделать за дешевизну. Иногда есть удобство, иногда есть понятливость, иногда есть множество других факторов, которые только деньгами нельзя измерить. Что такое конкурентное преимущество сегодня компании Финал? Это история, это большая диверсификация по продуктам, по странам. То есть клиент, и это удобство в торговых платформах, хорошие комиссионные условия, тарифная политика гибкая и всегда грамотный персонал, который поможет решить любую проблему инвестора. Я сейчас буду скептиком. Я думаю, что вот если бы на вашем месте был руководитель другой, крупной инвестиционной брокерской компании, он бы то же самое сказал. Можете сказать, но не знаю, чем Финал отличается от всех остальных? Мы очень быстро принимаем решения. То есть если мы решим развивать какую-то услугу, какое-то направление, мы очень быстро пойдем и очень быстро достигнем. Поэтому не редкость, когда появляется на рынке какая-то услуга, то ее начинаем предоставлять именно мы. Да, это видно из истории развития бизнеса компании Финал. Это наша фишка. А как это отражается на клиентах? Когда клиент что-то попробует, ему что-то понравится, то он как раз привязывается, ему очень удобно. А потом вы передумали. А мы зачем передумали? Ну, к примеру, не пошло. Бывает такое? Наверное, не очень бывает. То есть если есть какая-то услуга, ты на ней заработаешь, зачем ее обрезать? То есть инфраструктура действующая, это же одни и те же люди выполняют эту функцию. Здесь сложно пронахнуться. Тогда вопрос, касающийся доходной части компании Финал. Что сегодня, ну, грубо говоря, как выглядит портфель компаний? Клиентские портфели компаний? То есть я отвечаю именно за российский рынок, за российский блок. Сейчас видно, что выручка от клиентов центрального региона Москвы, она превалирует над региональными. То есть раньше у нас было наоборот. Какой-то, когда-то наоборот, когда-то 50 на 50. Вот такой был пирог, и вот он делился пополам. Очень долго у нас регионы пронесили примерно столько же, сколько Москва. Сейчас чуть-чуть регионы начинают проигрывать и больше начинают выручку делать Москва. А с чем это связано? Доходы? Тяжелые ситуации, наверное, на рынках общие, и крупные клиенты, они просто, их больше в Москве. Это временная ситуация. В принципе, если посмотреть порог времени, компания в этом году отмечает 20-летие, и такое бывало. И бывало не раз. В общем, когда мы начинаем, вообще начинали только с Москвы. То есть регионы добавляли с походу, это рассло. Стандартная стратегия. От того, что там доля упала регионов на 10%, это никакой трагедии нет. То есть завтра появится какой-то крупный клиент в регионах, и отобьют свою часть, и будет все замечательно. То есть вы оптимистично смотрите на клиентскую базу? Это клиенты, да, они появляются. Как обычно, знаете, говорят инвестиционные компании, это стало общим местом, что внутреннего спроса нет, клиентов не так много, маржинальный сослуг падает, брокерский бизнес такой не очень стабильный. Поэтому многие начинают оптимизировать свои внутренние бизнес-процессы, как-то настраивать, автоматизировать все и пытаться сделать все быстро, четко, понятно. Есть периоды роста, когда ты, наоборот, собираешь как можно больше людей, чтобы быстро-быстро помочь прийти к клиентам, помочь им оказать какие-то услуги новые, запустить какие-то продукты. Когда был последний раз период роста? Буквально в период кризиса в 8-9 год. То есть это был у нас огромный период роста, очень сильно увеличили свою клиентскую базу. Да, я помню этот момент, причем это было очень странно, когда у всех остальных не было таких показателей, а у Финама были. Почему? За счет чего, вернее, наверное? Были понятные услуги, была большая клиентская база, и как это, деньги идут к деньгам, клиенты идут клиентам. То есть когда у тебя большая клиентская база, и ты оказываешь качественные, хорошие услуги, клиенты общаются между собой, рассказывают, где лучше, идут туда. То есть не только мы заработали на кризисе клиентскую базу, точно так же поступили и другие крупные брокера. Нельзя сказать, что это что-то уникальное, что мы одни так это делали. У вас был рост кризиса? У нас был существенный рост, да. Хорошо, у нас очереди стояли в офисах на открытии счетов. Что такое было? Финам – это розничная компания? Да, исключительно розничная. А почему? Исторически сложилось, то есть это наше позиционирование, то есть это наша стратегия, то есть мы услуги делаем в основном на рознице. То есть нет каких-то флагманских клиентов, которые могли бы что-то сделать. Флагманские клиенты всегда есть, то есть это понятно, разумеется. Ну их доля может быть. Да, но их доля не такая, то есть огромная, как розница. А что сейчас наиболее маржинальные продукты? Вообще какая маржа в финале? Здесь очень сложно пояснить. Маржа считается каким-то продуктом, какие-то направления. То есть понятно, что традиционный, самый маржинальным продуктом был рынок спот. То есть это акции, облигации, то есть это вот традиционные, классические услуги. Но на них же можно сверху накрутить управление активом, помогать клиентам, советовать, консультационное управление, финансовые советники, инвестиционные консультанты, которые помогают клиенту выбирать активы. Это, соответственно, дополнительная комиссия дает. То есть это довесочек к основному рынку. Есть рынок форц, рынок деривативов, срочный рынок, который еще называют. Там традиционной комиссии было в разы меньше. Так вот исторически сложилось. И на нем брокера зарабатывают гораздо меньше. Но он более сложный для понимания клиентами, как правило. Туда приходят профессионалы со временем. Там больше плечи, больше риска, возможно, больше возможностей. Хотя активы, естественно, больше на спотеет. На рынке акций, облигаций. Людям это понятно. Они больше приходят туда. Продолжим о конкурентных преимуществах после перерыва. Вы смотрите «Бизнес по существу». Гость программы сегодня Сергей Лукьянов, генеральный директ инвестиционной компании «Финам». А если еще вернуться к разговору о том, что компания «Финам» отличается от других компаний со своей философией, с каким-то собственным взглядом на жизнь, так скажем, высказывается на корпоративной культуре, на том, каких людей вы берете на работу, как вы строите с ними взаимоотношения в плане мотивации, каких-то других моментов? Это, безусловно, все связано. Компания начала свое установление с двух человек. И сейчас у нас работает в России больше тысячи человек. Это только в Москве и плюс еще регионы порядка тысячи человек. Понятно, что такой большой период роста, хоть и за 20 лет, он оставляет свой отпечаток. Кто такой компания? Компания — это люди, которые там работают. Поэтому если нанимать иностранцев, они делают свою культуру. Если нанимать россиян, это будет своя культура. Исторически так получилось, что у нас было мало наемников, то есть форунеров, у нас все время наш костяк коллектива вставляли россияне. И это откладывает свой отпечаток. Мы выигрываем в скорости принятия решений. То есть у нас не появилась бюрократическая структура, так как компания была создана с нуля и не было каких-то таких больших штатов. То есть это росло по мере необходимости. И именно это позволяет нам быстро принимать какие-то решения, признавать свои ошибки, закрывать какие-то проекты и тут же идти в других направлениях. Это и есть наша фишка, наш конек, который позволяет нам быстро выводить на рынок классные удобные услуги. А что касается персонала? Обычно, опять же, в разных отраслях все не скрывают, что у нас есть проблемы с квалифицированными специалистами, которые настоящие профессионалы. А в вашем бизнесе как? Всегда профессионалов мало, но у нас люди выращиваются, у нас не редкость найти в компании человека, кто проработал больше 10 лет, больше 15 лет. И это не один, не два человека, не 10 человек. Люди делали большие продвижения. Ну вот сейчас вы готовы людей взращивать или вы берете с рынка готовых специалистов? В первую очередь мы пытаемся посмотреть внутри нас и посмотреть, кто может принести пользу на новом месте, продвинуться. И уже только потом, если у нас ничего не получается, мы берем людей с рынка и смотрим, смотрим, обращаем свои взоры туда. Но в первую очередь мы обращаем внимание на свой коллектив. А если с рынка, то опыт работы на инвестиционном рынке имеет значение? Ну, знаете, есть некоторые… Ну, с брокерской вакансии, здесь же тоже разные. Нет, нет такой принципиальной позиции. Мы не берем специалистов из другой брокерской компании. Нет, такого у нас нет. Нет, из банков, понятно, можно, а из брокерских компаний, как прямых конкурентов с чужой культурой, с другими взглядами, не берем. Нет, мы просматриваем людей, периодически общаемся. В принципе, мы пытаемся сделать правило, что руководитель какого-то уровня, я все время продвигаю, чтобы он встречался там раз в месяц, два раза в месяц с людьми с рынка, просто смотрел, кто есть на рынке и возможность, если есть что-то интересное, чтобы взять свой коллектив и чтобы как-то добавить какую-то новую струю, новые возможности, новые направления и так далее. Поэтому мы смотрим на рынок. Это не значит, что мы кого-то берем, но мы всегда смотрим и просматриваем, какие люди есть на рынке, с кем можно познакомиться, с кем можно пообщаться. То есть без этого нельзя. Что ваше личное KPI? Прибыль моего направления. Исключительно прибыль? В первую очередь. Вторую. Я не готов раскрывать показатели. То есть это такая очень конституционная информация. Стали говорить, что раньше значительную долю обеспечивали регионы. В основном, и частично это была франшиза. Да. А сейчас? Сейчас. Новые офисы открываются? Я вот к этому. Да, периодически открываются. То есть количество офисов у нас растет, но небольшими темпами. То есть в этом году мы в очередной раз открываем Липецк. У нас на ближайшее время у нас старт Тамбов. То есть, но тем не менее, какие-то города, мы смотрим на них скептически и можем закрыть просто. То есть количество регионов примерно на одном и том же уровне. Нельзя сказать, что какой-то там рост дальше ожидается. 100 представительств это вполне та цифра, которая более чем покрывает текущую ситуацию в России с инвесторами, с частными. Поэтому специально продвигать дальше и расширять сеть мы не планируем. Но если мы видим хорошего человека, инвестора или сотрудника в регионе, который там дает нам знать, что готов поработать под нашими знаменами, мы садимся, общаемся с ним. И если видим какие-то интересные вещи, мы готовы очень быстро открыть представительство, вложить денег или подписать договор франшизы и начать работу с ним в таких условиях. То есть, под человека, если есть хороший человек, с хорошими навыками, с хорошими взглядами, близкими к нам, здорово. От ваших слов складывается впечатление, что Финам такая открытая компания. Да, совершенно верно. Это так. Кого считаете основным конкурентом? Рынок узкий, то есть, компании, которые похожи на нас, то есть, продвигаются как-то. наверное, в первую очередь БКС. Кого-то дальше назвать сложно. Открытие? Немножко другая специфика. То есть, туда сейчас пришел бывший руководитель БКС. И, вполне возможно, если ему удастся настроить розничное направление и повернуть огромный лайнер в другую сторону, хотя нам всем известно, что первичное направление это банк для открытия, то, вполне возможно, через какое-то время он тоже станет вторым местным конкретным. Когда, на самом деле, вопрос, наверное, отчасти больше к собственнику, но вы очень давно работаете в компании Финам, поэтому, я думаю, могу задать его и вам тоже. Когда западные компании рассказывают свою историю успеха, они обязательно вспоминают про какие-то события, ошибки из опыта, что сказалось на дальнейшем развитии. Вот есть что-то такое в Финаме, что вам запомнилось, что простимулировало или изменило жизнь в компании? Есть несколько историй, одну из них, наверное, можно рассказать, она общеизвестная. Это 2007 или 2008 год, был журнал Forbes, и мы давали там рекламу золотого пая. И так получилось, что, когда реклама вышла, мы его дарили клиентам с каким-то номиналом, и когда журнал вышел, условия действующий регулятор нам не зарегистрировал. И так получалось, что стоимость пая вырастала в несколько раз. Он оказался значительно дороже, чем мы планировали. И это привело просто толпы клиентов в Финам, то есть просто безумные. То есть мы бегали сначала, компания думала, что сделать, потом начали всех подписывать, и это привело, эта ошибка, она привела огромное количество клиентов в Финам. Это одна из таких ошибок, которые дали большой плюс. А можно было выкупить весь тираж? Тогда бы клиенты ничего не получили. До последнего была надежда своего проспекта зарегистрировать. Сегодня что, так скажем, вы считаете факторами, тормозящими развитие компании? Может быть, это связано опять же с регулированием в принципе отраслей, с типичной ситуацией на рынке, риски в бизнесе? Сначала отвечу, что тормозит и что дало бы толчок. Как только регулятор позволит законодательно покупать россиянам западные активы на российской бирже, это даст большой, огромный толчок, по моему личному мнению, для развития отрасли. Раз, потом сейчас у нас подписывается, готовится законодательство для работы инвестиционных консультантов, как отдельные отрасли, которых могли бы лицензировать, как частных управляющих, которые тоже могли бы очень сильно продвинуть услуги. Дальше с этого года заработал уже, льгота по долгосрочному вводению акций, это тоже очень здорово, и в ближайшее время это будет отыграно всеми компаниями. И самое интересное, что в самое ближайшее время вступит в силу законодательства, видимо, уже со следующего года, позволяющая получать льготы налоговый вычет от того, что ты будешь хранить активы на счете инвестировать в 13%. В долгую. То есть, соответственно, максимально можно ежегодно класть на счет 400 тысяч, так называемый инвестиционный счет, и ты будешь получать 13-процентный вычет вот этой суммы, и это очень здорово. Главное, что на эту сумму еще доход получить? Ты уже сразу же получаешь доход в виде 13-процентного вычета. Если ты купишь туда даже облигации федерального взаима с 6-процентной доходностью, а если ты купишь что-то более интересное, это отличный аналог депозиту. Конкурентные преимущества, да, в банках. То есть, в банках никто тебе 13% не вернет, а здесь государство тебе будет еще доплачивать за это 13%. Отличный продукт. Короткий вопрос, потом вернемся к предыдущему вопросу. А вы считаете, что вот эти стимулирующие меры могут значительно увеличивать, увеличить число розничных частных клиентов на рынке? К сожалению, при текущей ситуации мы не увеличим в разы число. То есть, сейчас 3% будет? Ну, будет 3,5, может быть, 4. То есть, 6? 6 никак не будет от этих мер, к сожалению, надо понимать. А что можно сделать, чтобы было? Это должна просто измениться экономическая ситуация в стране, то есть, пойти какой-то рост, и тогда, как только именно рынка в целом. Люди приходят за рынок только для того, чтобы сохранить и приумножить свои деньги. А если рынок стагнирует, то ему можно либо только приказать туда идти, либо дать какой-то инструмент. Вот налоговый вычет это тот инструмент, который может привлечь на рынок людей, которые, может быть, разочаровались в рынке или не видит какой-то доходности. То есть, а здесь фактически тебе будет государство давать 13% от вложенной суммы по делу разумного. не придумал, что бы такое сделать, чтобы привлечь, значительно увеличить российскую клиентскую базу? Прямо вот в два раза нет. Конечно же, повышение финансовой грамотности. То есть, это, безусловно, двигатель, так сказать, продвижения брокерских услуг. И мы всегда участвуем во всех программах, проводим семинары. У нас есть большой, мощный учебный центр, который, продвигает знания в массы. А какая, кстати, конверсия от учебного центра в клиенты? 90%. Да ладно? Конечно. Но у других учебных центров такой конверсии нет. Да ладно. Ну, значит, плохо конвертируют. То есть, должна быть конверсия около 90%. Это совершенно нормальный показатель. Клиент сам к тебе пришел. Более того, в некоторых условиях он тебе заплатил денег, чтобы мы могли научиться. И если он заплатил денег, то он же совсем готов, вложиться. Какой смысл ему выходить после этого? Что же нужно ему сказать такое, чтобы он после этого еще и ушел? Прогнать как-нибудь? Почему? Некоторые ходят послушать, повысить финансовую грамотность. если человек тебе же хочется применить эти знания, навыки, на практике. Это все равно, что какой процент людей учатся ездить на автомобиле и потом не ездят. Наверное, есть какой-то процент, которого нет. Это очень близко. То же самое. Ты поучился, но не стал ездить. Может, у тебя просто нет машины в данный момент. Но она есть у папы, у мамы. Ты можешь у кого-то взять поездить. Или со временем ты просто ее купил так или иначе и поездил. То есть это что-то вот такое. Просто так редко кому приходит в голову прийти и поучиться финансовым услугам. Может быть, есть какой-то пласт студентов, которые пришли и параллельно поучились там и там. Но это все равно это интересно, это очень увлекательно. Возвращаясь к основному вопросу по поводу точек роста и точек, которые тормозят развитие компаний и бизнеса. Про возможности открывающиеся с регулятивными мерами мы разобрались. Да, то есть в первую очередь это именно регулятивные меры. Риски это просто стагнация рынка действующего. То есть если рынок дальше сжимается, то есть российские активы дешевеют, естественно инвесторы разочаровываются в рынке и начинают смотреть по сторонам в сторону депозитов, в сторону западных возможно активов, если их наше законодательство не позволит покупать здесь. Это самые основные риски. Когда каждая компания просчитывает стратегию, она думает, что вот эти факторы не дают реализоваться тому, что запланировано. Вот можете назвать те факторы, которые могут повлиять на вашу стратегию? Или таких нет? Таких, наверное, нет, потому что если речь идет о стратегии холдинга, то холдинг диверсифицирован по странам. То есть и в России стратегия может быть одна, в Китае другая, в Лондоне третья, в Америке четвертая. И одно другое перекроет. Да, и здесь стратегия диверсификации покрывает эти риски страновая. Поняла. А здесь уже внутри каждой страны уже, соответственно, свои риски, своя ситуация. И очень тяжело говорить и за холдинг, и отдельно за российскую действительность, за наши регулятивные достоинства, недостатки, возможности. Я, наверное, за это направление уже осветил. Но прибыль погоды должна быть положительной? Конечно, да. Баланс, вернее. Да, должно быть. Последний вопрос к вам. Интервью кого из бизнесменов, из коллег вы бы с удовольствием посмотрели? Сложно сказать, ну, любых успешных людей, то есть под настроение, кому удалось добиться выстроить в розничном секторе прибыльный, стабильный, надежно развивающийся бизнес. Это очень интересно. Кто хорошо продает услуги? Таких людей. Спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли. Спасибо вам. Гостем программы был Сергей Лукьянов, генеральный директор инвестиционной компании Финам. Пересмотрите, перечитайте его интервью, можно также на нашем сайте. Удачи вам и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова